Всем привет! Я решила записать влог, хотя не планировала. Для инстаграма снимаю, инстастори и думаю, ай, достаточно. А потом подумала, что когда-то у меня на канале все влоги были полезными. Вот реально, я старалась во все влоги, максимум всего, что я узнаю, в общем, я делилась с вами. Я сейчас-то это делаю. Я стараюсь быть очень хорошим и полезным блогером. Но акцент решила сейчас сделать реально на полезностях. Просто я стояла в пробке-тянучке, и меня настигла такая идея. Сейчас я еду за подарками, потому что у меня дома мама с Демкой. Он на антибиотиках и пока спит. То есть обеденное время, кстати, сейчас 2 часа, на улице ощущение, что уже 6, как-то так темно. Вот. Я еду за подарками в первый магазин. Это мой любимый магазин. Я, кстати, никогда с вами не делилась, но сейчас, если у меня будут такие полезные влоги, как я уже решила, что все, я возвращаю этот формат. Хочу быть реально очень полезной для вас. Чтобы вы смотрели, что-то, что-то узнавали. Зачем я так сказала, что-то, что-то? Я вырвалась из пробки. Первый магазин, в который я еду, это магазин «Джанн». Нишевая парфюмерия. Я являюсь клиентом уже давно, но ни разу вам ничего не рассказывала об этом магазине. Мне почему-то казалось, что если я о нем знаю, то о нем знают все. И тут мне в Инстаграме, я включала в Инстасторе, когда была там презентация, в общем, неважно, мне написала подписчица, говорит, «Аня, что это за магазин?» Я такая, знаете, мысль промелькнула, в смысле, что за магазин. И понимаю то, что я о нем знаю, а ты не знаете, что о нем знают все. И я решила поделиться. Это сеть магазинов, есть в самых крупных городах Украины, Харьков, Одесса, Киев. Я не знаю, Днепропетровский есть или нет, по-моему, есть, надо узнать. Это нишевая парфюмерия, там офигенные ароматы. Я была недавно на презентации и даже снимала влог, ну, как кусочек сняла для влога, и его почему-то не вставила. А потом подумала, а почему я не вставила? Сейчас еду и думаю, почему я не вставила. Вот, я хочу вам показать, что там я найду, может быть, какие-то новинки. Сейчас, не знаю, есть там скидки или нет, мне смс-ки никакие не приходили, может быть, значит, нету. Но в любом случае, я решила с вами поделиться, и это будет первая полезность этого влога. Я вам рассказала про этот магазин. Напишите мне в комментариях, что вы будете дарить своим любимым, потому что сейчас я смотрю по Инстаграму, у всех паника. Что дарить, что это вы. Напишите в комментариях, что будете дарить и вы, и знаете ли вы магазин Джан. Кто знает, кто, может быть, даже является клиентом, а то я как эгоистка, сама пользуюсь разными парфюмами с этого магазина, но с вами не делюсь, неправильно, несправедливо. И еще одна полезность, хочу с вами поделиться ей, это вот такой вот увлажнитель воздуха для автомобиля. Я его заказала еще летом, и летом он, по сути, не нужен. А вот зимой я действительно ощутила всю прелесть его присутствия в автомобиле. Почему? Потому что воздух от печки сухой, печка работает. Когда не работает, вроде как прохладно, то ногам, то еще чему-то. Ой, чуть не упустила камеру. А когда работает увлажнитель, то я даже на лице чувствую, такое, знаете, как, ну в общем лицу легче. И всегда в автомобиле, ну у меня сейчас как раз закончился, вот у меня тут есть такой специальный кармашек, у меня есть бальзам для губ от Веледа, также тушь для ресниц, тут еще есть красная от Лореаль, помада. Что еще это? А, да, и вот здесь вот, тушь для ресниц, кстати, у меня здесь пробник был водички термальной, потому что вот когда в автомобиле и душно, кожа душно, то термальная водичка поверх макияжа очень даже спасает. Ну и вот такая вот штучка тоже, она вот видите у меня горит. И можно еще делать вот так, чтобы она не все время дула, а только выпускала время от времени этот пар. Так что думаю, что полезно будет. Я, кстати, видела такие, я покупала на выставке, но видела еще на заправках, боже, на каких же заправках я видела, и кармашек вот такой вот, и такой увлажнитель. Надеюсь, я вам полезна. Что у меня за манечка такая полезной быть. Если смешать твой аромат, то получается очень классный заправок. Ну, это не очень. Хорошо. Ну, а что, зато надо же хватить. Ширики. Три женских, три мужских. Мой любимчик стоит. Вот мой любимчик. Вообще мужской, но он у меня вообще хорошо зашел. Она кайфовала от Шей Дюны. Но сейчас он для меня тяжеловатый. Вот красивый. Вы знаете, такая коробочка красоты. Мини-версия. Это женская и мужская, да, за очень мощный сход. Это как-то комплимент. В принципе, здесь разные браковины. Мне кажется, здесь прикольно. Попробует Хаша, если я попробую, я буду покупать полную версию. Именно того, что понравилось больше всего. Со скидкой стоит эта коробочка 366 гривен. Тут тоже, видите? Нет. Тоже, как идея. Это первая, как идея подарка. Вторая идея подарка. Это уже не худенький. Цена этих упаковок 16 тысяч рублей. Это женский. И вот это вот мужской, вот такой подарок. Мужчины, как вариант. Это английская марка. Джентльмента Ник. Уход за лицом, за телом, за волосами, за руками. И рядышком шведский бренд VCP. Тоже уход за лицом, за телом, за волосами. Так, это у нас что здесь? Гель. Это гель очищающий для лица. И крем. И увлажняющий крем после. Можно по соблюдению. Это с антиэйдж или нет? Нет. Нет. Так, цена этому набора 1696 и минус 20% скидка. Так что очень хороший вариант. И я считаю, недорого. И вот как вариант набор тоже. Потому что сейчас мужчины очень-очень активно ухаживают за собой. И это на самом деле мне нравится. Я бы хотела, чтобы мой мужчина ухаживал за собой, мазал лицо кремом. Это важно. Потому что после 30-ти в любом случае все быстрее. Смотрите, какая робочка. Сейчас узнаю, сколько стоит. И что здесь есть. Давайте глянем. Эксполян для лица. Дневная пена очищающая для лица. И дневной крем. Увлажняющий. А что вот это за... Скраб это один-два раза в неделю используется. Просто как скраб. Ой, классно вообще. Сказать мужчине, скрабируйся. Не каждый, конечно, захочет. Но если подсадить, то я думаю, что будет прикольно. Получается жидкий гель для душа, шампунь для волос, крем для бритья и увлажняющий после бритья. Держите. 1889. Это такой дорожный, как вариант. И если ваш мужчина часто путешествует или в командировках, то можно такое дарить. Так, чтобы вам еще такое показать, я надеюсь, что это видео для вас полезно. Потому что варианты подарков сейчас очень актуальны. Сейчас я ищу еще какие-нибудь наборы интересные. А когда заходила, люди были. Поэтому у меня для съемки вообще самое оно. Так, смотрите, какая упаковка крутая. И есть наборы для девочек. Так что, мужчины, если вы меня смотрите, то имейте в виду. Смотрите, какая коробка. А что в ней находится? Три бальзама для губ с 24-х кратным золотом. Белого цвета, розового и желтого. Класс. Цена ему 9,582 гривны. И минус 15% скидка. Так что удивите свою девушку блесками для губ золотом. Игрушка на елочку для девушки с бальзамом для губ. По цене 788 гривен. Это знаете как? Обвесить елочку такими бальзамами. Пусть радуется. Или для мужчин, у кого жена и много дочек. Для каждой. Ее оба украсили заодно. Дневной крем для лица. Бальзам такой же для губ, как вот здесь. Только он в баночке. Там дорожный вариант. И крем для рук. И цена его 2333 гривен. И я в платье от кабанчика. Сейчас я еду еще на одно мероприятие. Смотрите какой размерчик. Это как раз для меня. Я обливаюсь парфюмами. Поэтому мне надо вот такое вот покупать в такой дозировке. Я кайфую от этого аромата. Просто. Цена его 20299 гривен. Я просто в восторге. Я кайфую. Смотрите как он смотрится. 20 тысяч. Но его на долго очень хватит. Вообще на каждый аромат здесь на очень долго хватит. Достаточно пару прысков. И вы будете пахнуть очень долго вместе с вещами. Мною доказано. У меня не как это берет мои вещи. На себя надевает. Только говорит. Мама так пахнет. И даже иногда после стирки все равно пахнет. То есть даже порошок не листирует. Настолько ароматы крутые. Вот. Хочу вам показать еще наборы для тех, кому за 30. Как мне. Это наборы. Уже возрастная линейка. И вот здесь вот есть с лифтингом. Вы знаете, что я помешана на кремах. Я покупаю тоже французскую марку. Здесь она не представлена. Но можно, в принципе, попробовать. Кто-то, может быть, из моих зрительниц уже тестит эту косметику. Напишите в комментариях. И сейчас я посмотрю на цены в наборах. Какие. Чтобы вы уже имели в виду. Если вдруг вам надо, то будете знать, куда идти. Видите, я на том канале Жизнь мамы, которая девушка снимала платье. Здесь я снимаю идеи подарков. Парфюмов. И не только. Надеюсь, что все-таки мои видео полезны. Сейчас найдем цену. Нашла 7000946 гривен. Сейчас откроем, глянем, что тут внутри. Открываем. И здесь крем. И два таких пробника. Чтобы можно было попробовать и определиться уже. Не буду доставать. Та же марка есть вот в декоративке. Привет. Так, смотрите, что я нашла. Какую красоту. Мужскую. Вот. Аромат. Что ж меня к мужским-то тянет, а? Мужские и более. Мужские и более. Я просто, знаете, да, вот, я очень люблю мужские, и у меня очень часто, как бы, ну, я пользуюсь именно мужскими. Да, потому что мужской аромат на женской кружок совсем другим раз. Вот, вот, вы с языка сняли, так хотела сказать. А, я очень люблю мужские на себе. А, потрясающий запах. И его достаточно вообще чуть-чуть. То есть, когда женский, надо несколько прысков, а когда мужской, достаточно одного, и все. И сразу такое благоухание. И, Кристиан, у меня еще не было этого аромата. И он мужской, кстати, очень классный. Надо обратить внимание на него. Иди сюда. Гляну я на тебя. Запомни, сфотографируйсь своими глазами, и ты у меня скоро появишься. Кто любит свечи парфюмированные? Имейте в виду, они здесь есть. Гель. Для душа. Крем для рук. И так дальше. И так весь магазин. Судимый ирис. Я получила бонус. Ха. У меня тут правовнички. Посвящен богине женственности, именно японской культуре. Ого. А раджа, вот этот грейдбейт, он больше мужской идет. Ну, я просто, я увидела упаковку и уже захотелось. А тут оказалось, что это богине. Посвящен богине. Значит, нужен такой аромат каждой нашей девушке. Потому что все мы богини. Мужчины, имейте в виду, я не просто так снимаю. И это вам подсказка. Вот. А это мужчина для вас. А тут прям на дистанцию. Класс. Класс, 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 класс. Раджа. У меня не было еще раджа. Сейчас еду. И с правой стороны магазин интимных подарков. И я такая думаю, скажу вам на всякий случай, вдруг кому-то надо такой подарок. Я рассматриваю все подарки для вас, чтобы мало ли. Ну, а что? Если люди живут, например, довольно долго или наоборот, там недолго. То есть у каждого разные отношения. Но как вариант интимного подарка. Ставить, наверное, 18+. На видео. Я понимаю, что это, наверное, будет влог посвящен выбору подарков. Я сейчас еду на одно мероприятие. Я думала там не снимать. Но я не знаю, буду я снимать или нет. Думала не снимать. Но, опять же, раз полезный влог, то, может быть, и с ним. Поэтому думаю, что поснимать. Хотя, судя по комментариям, девчонки, я могу сказать, что вы молодцы. И очень многие из вас могут каждого научить правильно питаться. Синие руки деревоем. Тайми вайна. Клопотенка. Я тут все буду радоваться. Ось всем я занимаюсь. Жень, ну, пришло час, но я просто радую. И за счет чай, кава вы можете скрустаться за цим моментом. Врачинирую. Друзья, еще раз, извините вам. Я на чеке-то, если у кого питания лишилось, будь ласка, до них звертайтесь. Наталья, Владислав, Олег, Виталий Ваня. Есть. Я чуть опоздала. Привет. Еще что-то будет. Готовие, друзья. Вы тут готовитесь. Столько камер, столько телевидения. Это блюдо. Мясо с горчичным сладом. И все. Сейчас мы, пока потом все присмажем, мы сейчас даем все. Так? А нас тут все кормят и кормят. Это десерт. Мы здесь еще не будем добить пищи ваш затриман. Потом, после практики я знаю, что сначала нужно рядом разобраться. То есть, если у людей для своего здоровья можно. Потому что я уверен, что мы уделяем много времени, говорят, на чему. Интернету, фейсбуку, 3 минуты для своего здоровья. Мы 100% можем делить. И каким образом добавлять такие вещи, добавлять больше овощей, то они будут давать им вкус, давать больше времени. Вопрос, как похудеть мамочкам, которые набрали вес во время... Да, но это все тоже здесь. Очевидно, что мамочки, которые хотят похудеть, худеют. Я не знаю таких мамочек, которые на самом деле хотели похудеть. Вы похудели. Поэтому очень важно сделать еду вкусной. Нужно не есть вообще, не есть меньше. Нужно есть больше, но лучше. Как есть больше, но лучше. Ну, это очень просто. Знаю я, и у меня есть свой YouTube-канал. Да, знаю я, и у меня есть мой YouTube-канал. Я вам расскажу. Вот здесь вы увидите ссылку. На самом деле все не так. Очень просто. Я еще раз говорю, что нужно есть то, если хотите получить результат, который вы никогда не получали, нужно делать то, что вы никогда не делали. И, к сожалению, большинство людей на это не готовы. Люди готовы смирзаться своим весом и делать вид, что они хотят похудеть. На самом деле это не так. Если ты очень сильно хочешь похудеть, есть много простых правил. Есть вкусно. Если ты будешь есть вкусно, все будет хорошо. Но есть вкусно, все люди говорят, да, Женя, это звучит как бред. Правда? Хорошо, вопрос. Да. Вкусно ли майонез? Нет. Вот, невкусно, девочки. Конечно, невкусно майонез. А что вкусно? Вкусно, например, оливковое масло. Это скучно, надоело. Оливковое масло с медом. Ну, я не знаю. А с горчицей и медом? Да, я не знаю. А если апельсиновая цедра? Да это сложно, заморачиваться нужно. А если я возьму, например, вот обычное запеченное яблоко, которое уже надоело всем, мы худеем. И постоянно к ним запеченное яблоко. И возьмем, например, купим топинамбу. Фу, он такой невкусный, это топинамбу. И добавим чуточку меда для топинамбу, и с творогом. И запечем вместо яблока топинамбу. Все такие, что? Ну, в топинамбу, там же много крахмала. Это, наверное, плохо и вредно. Но на самом деле нужно просто менять свой подход. И не говорить, что «Еблоко, я не знаю больше, что есть. Нету в мире еды, я все перепробую». Безнадега. Надо прийти на рынок и увидеть, я хочу. Я тут реку с вот этим розмарином. Это же нереально вкусно. Чуть-чуть, немного. Один раз вкусно, второй раз вкусно, пять раз вкусно. И все отлично. А не просто плакать и есть пудру ночью. Все плохо в жизни, я не худею. А просто стараться и есть вкусненькие такие. Ну, немного ночью. Девочки, вот. Вот. Да, вот это вот. Вот заходите. И худейте. И худейте. Сам есть тамерс раздел, раздел «Жареная утка». С анисом, фенхелем. И яблокаменение – это не для вас. Это для меня. Но там есть очень много салатик. Салатики – это просто бложественно. Разные вкусные. Даже у меня есть салатик с перловочкой. Чуточку перловки, она очень сытная. И очень много овощей. Это очень вкусно. Но обычно мы не готовы к такому. А все, мы готовы, девочки. Готовы, мы готовы. Тогда запохудеть. Мы с Машей зашли в кафешку, по чайку. И Аня решила чизкейк. Он тоже здоровый. Вот честно, это же чизкейк. В спору. Да. И нам презентовали карту. У меня. Сейчас выбирайте, что у меня. Та-дам! Твоя здоровая тарелка. Вот, девочки. Молочная продукция, фрукты. Это вот что надо пушить. Что-то тут, по-моему, еще. Скорее всего, что-то фарк. Кстати, это же второй фарк в моем доме от бренда. Так что я такая вся хозяйка-музяйка. Наша елочка. Достали ее. Она у нас искусственная, ненатуральная. Я, если честно, уже хочу другую елку. Это поднадоело. Мы, конечно, украшаем ее каждый год по-разному. В этом году дети будут сами ее украшать. Я не знаю, как она получится. Радость. Решила доставить детям. Пусть сами наряжают. А я хочу елку белую. Такую, знаете, прям белую-белую. Я видела, в эпицентре много разных белых продается. Но в этом году она будет у нас зеленая. Может, на следующий год глянь. Сейчас покажу вам. Я собираю подарок для другого блогера. Я думаю, что вы знаете. Каждый год мы с девочками-мамами. Мамы-блогеры обмениваются подарками. И это... Я знаю, кому дарю я. То есть я вытягиваю номерок. И под этим номерком есть определенный человек. И этому человеку я дарю. Но я не знаю, кто пришлет мне. Поэтому такое вот у нас каждый год мероприятие. И нам это очень нравится. И зрителям это нравится. Не буду показывать полностью подарки. Потому что будет неинтересно, если вы найдете, кому дарю я. Покажу, что это только детские книги. Всякие раскрашки, наклейки. Это любопытно для деток. Опять же, сужу по-своему. Моему это интересно. Я думаю, что ребеночку будет тоже интересно, как и моему. Так. Пластилин. Здесь я сейчас подостаю. Я хочу в коробке, чтобы были елочные игрушки. Ну вот, без упаковки. Просто разложены. Также здесь тоже елочные игрушки. Ручной работы я заказала. Вот сегодня мне пришли. Хедмейк. Опять же, не покажу. Надеюсь, найдете. И раскроет, покажет девочка. Но мне понравились. Я помню у нее елку. Когда-то смотрела ее видео новогодние. И у нее, по-моему, было вот такое фиолетовых оттенков елка. Я решила, что возьму фиолетовые игрушки. Они мягкие. Здесь посылка для нее. Папа. Здесь косметика. Это для папы. Я не знала, что папе. Поэтому решила, что будет такая серая чашка. Merry Christmas и Happy New Year. С Новым Годом, Рождеством. Это сейчас буду... Купила разные такие... В общем, серпентин, чтобы украсить внутри коробку. Еще сладость. И еще где-то что-то... Надо сейчас глянуть. Вот. Я надеюсь, что понравится. Но я сомневаюсь, что в эту коробку влезет. Она не маленькая. Я купила ее на новой почте. Но что-то сомневаюсь, что влезет. Поэтому буду как-то сейчас все это аккуратненько туда класть. Лента. Буду сейчас вот так вот перевязывать коробочку. Чтобы было красиво. Хочу, чтобы было приятно. У Аны Запорожской самый лучший помощник. Да, это Доминика. Она действительно у меня умничка. Нет, вот это что. Это снежинка. Мы начали елочку наряжать. Я достала коробку с нашими игрушками. Это паутина. Это не паутина, это снежинка. Это мы с ней в этом году делали снежинки. Ты был маленький. А в этом году будем делать все вместе. Сейчас утро. Идем еще в пижаме. Я тоже такая вся домашняя. И вот наша елка. Мама сделала пристановку. Ну, в общем, я вам потом покажу, что в итоге получилось. Папа-чай, папа-чай, где же ты? Вот и я. Вот и я, как дела. У нас тут играет рождественская музыка. И мы сейчас с Демой, пока не ко в школе, будем потихонечку заряжать елку. Я достала. И мы сейчас с Демой. Опять, кнопка-чай. И мы сейчас с Демой. И я хочу с Демой. Мама с Демой. Круто. Мама с Демой. И у меня с Демой. Мама с Демой. У меня еще с Демой. Давай. Я хочу. У меня все запотело, у нас снегопад, все, покажу. Реально все в снегу, покажу свой автомобиль. Я только что ходила по снегу, у нас тут реально по колено снега, ну, я его преувеличиваю, но на самом деле очень-очень. И, чтобы вы понимали, вот, машина была вся в сугробе, я ее только что чистила, такой оставила наверху, потому что моя палка, я не знаю где, и я руками чистила, видите, просто такой дикобраз. Дикобраз, вот, проваливаюсь полностью, и ноги тоже мокрые, пока я чистила, и тут тоже такой был сугроб, и такой дикобраз, а не машина. Я сейчас еду, да, кстати, чего я еду в такую погоду куда-то, на самом деле я еду отдавать посылку своей девочке, то есть я фея, самый новогодний обмен 2018 года, вот посылочка. Мы только что с Никой, сейчас я вам включу свет, покажу. Вот, вот посылочка для девочки, мы с Никой только что ее запаковывали. Видите, пока я дошла из дома в машину, она чуть промокла бумага, так что надо бегом везти. И я, видите, не подписывала, я везу сама, сейчас что-то буду придумывать, потому что я подниматься не буду, я хочу оставить у консьержа, чтобы консьерж позвонил и сказал о том, что, ну, придите, заберите посылку. Тут, конечно, видимость ужасная, как я сейчас буду ехать, я тоже не знаю, вот, но как-то ехать буду. Просто еще только, о, видите, машину водит, не хочет ехать. Так как еще дороги не чистили, то в этом снегопаде очень сложно, и надо очень аккуратно. На улице настоящая зима. А-а-а, вообще кайф. Просто смотрите, машина в сугробах. Класс. Я прям радую снегу, как ребенок, хотя я же говорила, но я снег не люблю. Но еду, видите, тихонечко, вообще, когда скажу, трех час. Думаю, ну его баню. У меня хоть диски, ой, диски, господи, у меня резина хорошая, но все равно заносит. Ну, я ощущаю. Когда начинаешь поворачивать или там тормозить, оно заносит. Вот. Мне мама говорит, какого фига ты в такую погоду едешь? Отправь новой почтой. Вот. Но мне как-то кажется, что новая почта, она заберет вот этот вот... Ну, я себе представила одно, знаете, а новая почта туда не вписывается. Поэтому везу сама, как Санта-Клаус. Могусь понравится. Ну, я стеклом собирала. Эту посылку. Вот. Я думаю, вы удивитесь, когда узнаете, кому. Прям очень удивитесь, кто. Меня смотрит давно. Но так должно было быть. Это, знаете, как... Это уже второй раз, когда я вытягиваю одну и ту же девочку. Все, больше ничего не скажу, а то я просто прополдаюсь. Но вы пишите в комментарии свои предположения. И я думаю, что когда она получит, то видео скоро выйдет. И я, кстати, свою посылку уже получила. Я не скажу, откуда. И скоро тоже буду открывать. Сейчас вот сегодня мы елку наряжаем детворой. И тогда уже присяду возле елки, буду раскрывать и смотреть, что уже там у меня в райне дерпится. Но мы начали наряжать елку, но я решила, что я поеду отвезу подарок. А потом продолжу наряжать елку. И завтра уже с детворой сниму видео. Может быть, только с Демкой. Потому что не в школе, чтобы ее не ждать. Мы с утра с Демушкой снимем видео. И тогда я вам быстро смонтирую, покажу, что же у меня там по ссылке и кто мне прислал.